Опасная автобусная остановка, разбитая дорога, грязь и отсутствие освещения в подъездах. Ответы на письма полевчан ищите на четвертой странице. «Война и мир». Редакция разыскивает юного полевчанина, написавшего письмо своему сверстнику в 1941 год. Подробности на странице 6. Достать гладиолусы, притянить многолетники, побелить деревья, обрезать смородину. Какие работы пора сделать садоводам в апреле, расскажет эксперт Людмила Коржева. Гости от тети Маши Смородичкиной, ведущей рубрики «Грядки в порядке», страница 7. Реальные дела комсомольцев. Ветеран Северского трубного завода Иван Кошкаров на девятой странице вспоминает, в какую авантюру он втянул трубников более 50 лет назад. «С годами понимаешь, что главное в жизни – это семья», – уверена юбиляр Лариса Демидова. Рассказ о ее жизни читайте на 11-й странице. «Заводчанина Вадима Кукушкина в молодости кидала из жаркой азиатской пустыни в ледяную арктическую. О том, кто такие холодные люди, читайте на странице 19». На 21-й полосе для наших юных читателей «Божья коровка Ксю» приготовила интересное задание. Скорее отгадывайте и получайте призы. В свежем номере «Рабочей правды» читайте первоапрельские байки на 22-й и 23-й страницах. Как избежать варикоза, артроза и геморроя? Какую обувь не стоит носить постоянно? Не доводите до операционного стола. Занимайтесь профилактикой. Интервью с врачом-хирургом читайте на 24-й странице. Читайте «Рабочку». Она скрасит карантинные дни.